Я б у тренеры пай-шоу. У Могилёв заветали студенты Белорусского Державного Университета Физической Культуры и презентовали школьникам свою установу. В области необходимы тренерские кадры. В 2017 году разные спортивные установы Могилёвшины смогут принять на работу минимум 21 специалиста. Потребы имеют в тренерах по баскетболе, волейболе, ганболе, футболе, легкой атлетыцы и плаванне. Яуген Сувору с Могилёва с детства занимался танцами. В 11 классе решил поступать в Белорусский Державный Университет Физической Культуры. А теперь сам рассказывает про свою ВНУ в родном городе. Обучение у меня 4 года. После него я планирую вернуться в Могилёв, чтобы продолжить здесь свою танцевальную карьеру, возможно стать тренером. Сгодно с статистиками, в 11 классе только 60% школьников уведают, куда и на какую специальность будут поступать. У профильных установок эдукации ты, кто вызначился с будущей профессией, значно больше. Процентов 10 – это ребята, которые идут по какому-то другому направлению, а большинство ребят всё-таки связывают свою жизнь именно со спортом. Держ Университет Физической Культуры – первая профориентационная поездка по областных центрах «Зладзю летость». У вынеку подчас уступной кампании редкий для этой ВНУ конкурс – до 5 человек на место. На кафедру футбола набрали навод додатковую группу. Нельзя упускать такие дни открытых дверей, для того, чтобы дети имели представление полное о определённом ВУЗе, о возможностях и возможностях дальнейшего трудоустройства. Вы определились, куда будете поступать? Да, я хочу на врача. Хочу поступить в Витебский медуниверситет. Я рассматриваю медицинский, но точно не уверена. Сегодня школьникам рекомендуют поступать на умовах метовой подрифтовки. Головный плюс – гарантованная праца уладкования одразу после закончения ВНУ. Катярина Градницкая, Катярина Балукова, Александр Артемьев. Новинирегион.